Важно отметить, что мероприятия проводятся в онлайн формате на платформе Zoom. Сейчас онлайн формат позволил расширить границы участников и теперь не только города России и страны СНГ участвуют в конференции, но также, скажем так, далекое зарубежье и ближнее зарубежье. Появилось больше возможностей для участия. Со вступительным словом выступил профессор Казанского федерального университета Ко Йен Чоль. Он поздравил всех участников конференции, а также выделил основные цели и направления мероприятия. 14-я международная научно-практическая конференция «Россия-Корея. Настоящее и будущее российского корееведения» проводится при поддержке Академии корееведения. В связи с эпидемиологической обстановкой во всем мире мы решили провести конференцию очно и заочно. Очно приняли участие исследователи нашего проекта и преподаватели КФУ, а онлайн выступили участники из Кореи, Японии, Турции и других стран. Перед выступлениями докладчиков состоялось вручение именных сертификатов студентам-стипендиатам базовой университетской программы исследований Кореи КФУ. Несмотря на пандемию и онлайн-формат, конференция прошла в очень доброжелательной атмосфере, а все докладчики выступили достойно. Елизавета Королева, Ленарда Влетьяров, Универньюз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова